Всем привет, меня зовут Нанин Шмаффин. Сегодня мы играем в игру, которая называется Leftovers. Не знаю, как это перевести. Начнем играть. Мышка, оглядываться, лэфт-клик, интерактировать, выйти в меню. Пацан, нужна твоя помощь, пожалуйста. Поговорить с мамкой, поговорить. Я сегодня сготовила слишком много. Мышка, может ты, дорогой, пожалуйста, отдать остатки нашим соседям? Видимо, Leftovers от остатки. Ну, давай, да. Рада это слышать. Сделаешь так, чтобы мать тобой гордилась. Не будет, словно твой батя. Я упаковала 10 коробок остатков в пакете рядом с тобой. Возьмешь? Возьму, возьму. Это мое, да? Извини, что причиняю тебе проблемы, дорогой, но мамочка занята ужином. Я знаю, что... Я говорила тебе, никогда не говори с незнакомцами, но... Ты же сделаешь что-то для меня, да? Да-да-да, мать, сделай. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо, я пошел. Я надо раздать еду соседям. Какие мы, однако, добрые. Не возвращайся, пока все не сделаешь. Хорошо? В смысле, вообще никогда? Я, может, не социальный. Стой, что происходит? Какого хрена? Так, это че? Как постучаться в двери? Мать сказала не возвращаться. Так, мне нужно поговорить, постучать. Здрасте, добрый день. Кто-нибудь есть? Кто-то идет. Кто тут? Бабуля. Дорогой, приветик. Че тут делает такой мелкий пацан перед дверью? Ты че принес? Press and hold right click. Right. А, смотри, че принес. Че это? Моя любимая. Пожалуйста, скажи спасибо своим родителям от меня. Ты ж хороший мальчик. Надо еще. Возьмешь еще. Я хороший мальчик, хороший, хороший. Рада это слышать. Пожалуйста, продолжай заботиться о своих родителях тогда. Доброй ночи. Доброй ночи, доброй ночи. До свидания. До свидания, прощай. Не помри там. Так, я могу? Нет, не могу. Так, я спускаюсь на восьмой этаж. А, здрасте. Жрачка нужна? Бесплатная? Халявная? Смотри, иди. Че хочешь? А, держи еду. Пахнет вкусно. Надо платить. Нет. Вот и дебил. А че у тебя с лицом? Мне кажется, у нее пол лица нету. Здрасте, возьмите пожрать. А то меня мамка съест. А, че? Жрачка нужна? Твоя мама оставила остатки? Никто не захочет этого. Подожди, ты разве не сундуй прекрасный, чики с девятого этажа? Ну да, типа. Ммм, я уверен, что... Типа, оно все еще теплое тогда. Че, извращенец какой-то? Тебе моя мамка, что ли, нравится? Я вообще ее только со спины видел. Даже не знаю, какая она. Она сказала, что домой не возвращаться. Наверное, злая. Здорово. Так, звучит так, словно кто-то принимает душ. Нужно вернуться позже, на седьмой этаж. Я запомню вообще это. Быстрее иди. Мне нужно всем еду раздать. Что хочешь, пацан? Я занят. Еду держи. На. Серьезно. Я догадываюсь, что это чья-то работа. Ты знаешь что? Просто оставь рядом с дверью. Снаружи, спасибо. Пожалуйста. А как оставить? А. Положить. На, забирай. А, заберешь там, ладно? Смотри, а то крыс съедят. Аккуратнее с этим. А то или тот сосед, который принимает душу. У него там своя порция есть. Ты такой милашка здесь один? Что принес? Еду принес, смотри. Как, типа, мило с твоей стороны? Ты, должно быть, устал, идя вниз, вниз, вверх по лестнице. Как насчет зайти и отдохнуть у меня? Слушай, я... Ну, давай. Какой тупой. Я обещаю, я буду милой. Нежный. Я плачу. Я больше не могу уходить. Мамочка. Ой. Почему так рано? Разве это не склаверно защитится, когда ты все сделаешь? Но... А я реально занята. Ты же не приносишь много проблем соседям. Так что иди возвращайся и заставь мать тобой гордиться. Кажется, меня изнасиловала тадетка. Блин. Возможно, она была не джентли, как обещала. Ладно, наверное, я зря согласился. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, сейчас разнесем все. Так. Там кто-то принимал душ. Надо вернуться позже. Ты что там пожрал? Тебе уже не надо стучать. Коварная бобень. Ах, она коварная бобень. Ну, ладно. Надо донести еду, значит, надо донести еду. Даже если у меня ноги отвалятся. Никого нет дома. Так. Не хочу с ней говорить. Она булит меня в школе. Никого нет дома. Да какого хрена? Возвращайтесь все срочно домой. Мне тут надо еду раздать. О. Никого нет дома. Еда нужна? Позвать кого-нибудь. Здрасте. Еда. Чувствую еду. На, забирай. Спасибо. Я больше не могу ходить. Мамка. Он опять орет про мамку. Серьезно? Ты вернулся назад? Ты пытаешься сделать меня расстроенной? Ну, мать! Достаточно, пацан. Ты сделай что-то, что-то. Несу свой нос в какие-то проблемы. Не будет словно твой батя. Да я не как батя, господи. Там такая же жизнь творится. Так я была на четвертом. Я помню какой этаж? Вроде четвертый, да. Я очень стараюсь. Мне осталось 4 еды. Я не знаю. Может, мать меня учат работать доставщиком? Сразу готовят. Я как подрастула. Она меня в Яндекс.Доставку. И все. Может, для этого она меня и растила. Может, для этого я был рожден. Суровая, конечно, у меня жизнь. А что делать? Так, ну вроде на четвертом я была. А, никого нет дома. Да вернитесь уже домой. Сколько можно? Да ёкарный свет. Мне кому еду-то отдавать? Может, самому ездить сожрать тут на лестнице? Собака какая-то. Да, чё хочешь? Еду хочешь? О! Возможно, в лучший тайминг. Возможно. Я только что решила поесть этот маленькую собаку. Неважно, спасибо. Сдох. Он хотел сожрать собаку? Чё-то еды. Какая-то школьная девчонка пыталась украсть. Я думаю, что она была вполне успешна в этом. Удачи, пацан. Возможно, эта школьная девчонка была... Так, куда я стучаться не захотела. Чё-то тебе надо, пацан. Еду на, держи. О! Здорово, малец. Но я всё ещё не голоден. Как насчёт немного поболтать? Ну, давай. Спасибо. Я уж долгое время не говорил. А моя жена недавно, видимо, померла. Я немножечко одинок с тех пор. Особенно то место, куда ты ходишь всё время, ежедневно. Например, я чувствую себя... Словно вчера я видел свою жену. И в то же время... Я чувствую себя, словно вчера я нашёл её безжизненное тело. И нож застрял в её горле. Я пойду что-то всё порежу, пацан. Скажи мне, что ты думаешь, что нормально? Что не так с тем, что... Это неправильно, что невинный человек был убит. Ты думаешь... Ой. Ой-ой. Ты думаешь, что это неправильно? Да, это неправильно. Ты думаешь, что злость это нормально, когда кто-то... А, причиняет её... Кому... Кого любишь? Да-да-да, нормально всё. Злость это нормально. Ты думаешь, что убийца должна быть наказана? Да. Да-да-да. Тогда, если ты найдёшь... Того, кто тебя полюбит, например. Например, твою маму. И она, если убийца. Ты думаешь, она должна быть наказана? Да. Какой честный, какой невинный. Выглядит, словно, не всё потеряно. Иди и отдохни. Я устал. А, подожди! Ты куда? Не волнуйся насчёт своей матери. Я позабочусь о ней. А-а-а! А чё? А, меня, кажется, зарезали. А я не хочу к нему идти. Может сказать ему, что я не готова быть наказанной по всему там делу, чё хотят. Но всё, это не важно. Так, чё такое? На еду. Не голоден. Хочешь поговорить? Нет. Ой, я настаиваю. Я так давно не говорил. Ладно. Ладно, 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 ладно. Поговорим, поговорим, поговорим. Какой странный дед. Ты думаешь, ты думаешь, что это неправильно? Нет. А-а-а... Сын дьявола пришёл к моей двери. Время уснуть. Да ты охренел меня резать! Мне аж наушники выпали. Пошёл ты, старый дед. Блин, какого хрена? И что ему ответить? Хорошо, первый ответ – да. Иначе он меня зарежет. Давай быстрее! Чё делаешь? Еду держи. Как сложно отдать деду еду. Просто забери свою еду. А тут вообще есть выход? Да. Нет. Ах ты, сука! Подожди, а может я в любом случае за это завалюсь? Вообще, есть какой-то неправильный выход? Я, может, к нему не буду заходить. Ну его нахрен этого деда. Это что, бомжи? Тут же вот что-то такое. Можно выкинуть? Почему здесь сумка полная собачьей еды? Я не хочу говорить с дедом, он меня достал. Никого нет дома. Походу, выбора нет. О, привет! Это какая-то традиция, когда новый сосед приезжает? Да, да, да. Да, 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 да. На. О, да! Извини, что чё-то не до этого раньше. Как блюдо называется? Я ещё знаю. Извини, я не хочу звучать неблагодарный, но выглядит как-то немножечко циклисткой. Спасибо. Ой, это глаз! А мать мне чё, сказала раздать соседям еду из человечины, что ли? Не хочу разговаривать с дедом, он меня достанет. Дед, сука, забери еду. Может, надо говорить да, 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 а потом нет? Чё ты тут делаешь? Найду. Я не голоден. Поговорим, поговорим. Можно ли вообще дать ему правильный ответ? Он каждый раз меня будет убивать. Какой странный дед. Дед придет. Да. 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 Нет. Как хиппокритикал. Это всё на сегодня. Спасибо, что поговорил со стариком. Я не знаю, что об этом думать. На вопросе там, где, типа, ты думаешь, что твоя мать тоже должна быть наказана, я сказала нет. И он ушёл. Еду бы забрал старый дед. Там осталась какая-то були. Були на седьмом этаже и кто-то в душе. На седьмом же? Фиг, его знает так. Ладно, ну дед меня не зарезал. Уже на этом спасибо. Кого нет дома. О-о-о, кто-то идёт. А, это же та маленькая Плакса. Чё ты тут делаешь без своей мамки и папки? Это еда так пахнет? Ну-ка отдай. Ну, забирай. Я вижу, что ты, наконец-то, заплатила за чьё-то чувство. За чьё-то общего чувства. Ты думаешь, это я украла одну из их еды? Чувак, помни чё. Да, это я. Я всё это вскрыла. Я преподала тому чуваку урок. Его собака лизала меня в другой день. Как отвратительно. Теперь его собака заголодается до смерти. Я не думаю, что я сломала мой план. Чё я? С ума сошла, короче. Чё-то они тут все друг друга ненавидят. Один хотел собаку сожрать с голода, а вторая обокрала собаку, чтобы она не жрала. Неясно. На седьмом этаже только остался один в душе кто-то. О, привет. А ты ничего такая? А, ты тот милаш с девятого этажа. Чё ты тут один всю ночь делаешь? Еду разношу, надо? Как мило, ты должна быть устал. О! Твоя мама это сделала? Я давно хотела узнать у неё рецепт. Эй, привет, Хиллари, это я, Лаура. Да, твой маленький малец только что у меня. Кен, это очень удачный мужик, раз ты приготовила это для него. Если ты готовишь для него каждый день, да? Что ты имеешь в виду был? Дай угадаю, он наконец-то сказал тебе насчёт нас? Ах, одна сучка! Это, получается, любовница мужа? Что? Что это значит, что это не имеет значения? Ты психопатка! Тебе лучше не двигаться, чувак? Надо пойти домой к матери. Я вас всех убью! Что? А чё она там это с ума сошла? Воу, мать, там чё-то... Ла! Нездоровье происходит, она хочет мне завалить. Хорошая работа, дорогой. Я чем тобой горжусь. А, теперь иди в свою комнату и ложись в постель. Мама позаботится о остатках бизнеса. Етить. Походу, она узнала про то, что её муж с этой любовницей... Она его замочила и... Скормила соседям! Отличная игра, я считаю. У неё довольно интересный сюжет. Интересная реализация. Просто, но со вкусом. Дед, конечно, странный. Вот такая вот игра. Мне, на самом деле, она очень понравилась. У неё прекрасная задумка. Интересная реализация. А на этом всё. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте комментарии. Всем спасибо, всем пока.